Старший жуз Казахстана Привет слушатели, оставить комментарий и нажмите на кнопку Всего образовалось три жуза Старший жуз, средний жуз, младший жуз Старший жуз, группа казахских родов и племен Господствовавших на территории Семеречья и современного Южного Казахстана И части современной территории Западного Китая и Узбекистана Ташкентская область В середине 18 века в период казахско-джунгарских войн Казахское ханство как и в Монгольской империи применило деление войск и военно-административные деления территории на три части Восточную или левую руку, монг Западную или правую руку, монг Бару-унгар И центральную или главную, монг Деление подвластных кочевникам территории на правое и левое крылья С подчинением каждого особому начальнику Применялось в государствах степняков с 3 века до нашей эры Со времен образования империи Хунну В состав старшего жуза входили 11 родственных племен Впоследствии разросшиеся крылья делились уже на свои, более мелкие, но с такими же соотношениями В которых левое крыло считалось старшим, а правое младшим Естественно, что в войне с джунгарами левое крыло не назовешь на монгольский манер джунгар Из-за элементарной несозвучности Следуя военным степным традициям левое это старшее ответвление Джуз, трансформируется в казахское леоправое младшее в казахское кишиджуз Теорию в 19 веке население старшего жуза составляло около 1.500 тысяча человек Ниже представлены роды казахского старшего жуза Албаны проживали начиная с современного города Алма-Аты Далее в Семеречи на юго-восточной стороне хребта Алтын-Эмель На севере Зайлийского Алатау В верхнем точении Илли Озера Кольса и на берегах горных ректикес Чарын Их крич Райымбек Предположительно происходят от племени чигиль Входящий в тюркский кочевую конференцию карлуков Участвовали в Таласской битве 751 года Совместно с аббасидским халифатом против армии Итанского Китая За контроль над Средней Азией В результате победы битвы Экспансия Китая была остановлена на тысячу лет Карлуки основали Карлукский Каганат Карлукское ханство Караханитское государство Саманитское государство Дулаты жили вдоль берегов Илли Плоть до Чуи Таласа и Среднего течения Сырдарии Дулаты делятся на четыре крупных рода Ботпай, Шимыр, Сикам, Жанас Их лозунгом был клич Бактияр Происходит от древнего тюркского племени Дулу История племени прослеживается от тюркского Каганата Входили в тюркский Каганат 704-1120 Участвовали в таласкобитве 751 года Представители племени Основали Дула, династия В первом болгарском царстве Цуаны жили в предгорье Халтынамеле В Семеречье На юго-восточной стороне Джунгарского Алатау На берегу Коктелеку местечко Коргаска Их лозунг крич Рээмбек Байсуан Один из древнегунских родов Родственный роду Албаншап и Рашты В основном жили в предгорьях Зайлейского Алатау Их клич Карасай Происходит от древнего кочевого племени Усуни Историю Усуни можно проследить Начиная с 2 века до н.э. Жалай эры Проживали в предгорьях Джунгарского Алатау Аркарлы Малайсары На берегах рек Каратал Или на юго-восточном побережье Балхаша Их клич Кабалан Монгольское племя Обитавшее на берегах Анона Представители племени основали На территории Ирака Государство Джалайридов И собственную династию Джалайриды Канлы Занимали территорию современной Южно-Казахстанской области Склонов Каратау и Семеречья Их клич Байтерек Происходят от тюркского племени Канглы Основали империю Кангюй Около второго века до нашей эры Четвертый век нашей эры Во втором веке до нашей эры Кангюйцы приняли участие в разгроме Греко-Бактрийского царства История Кангюй в легенде Восходят к временам Овесты Где Канькха упоминается как столица империи Канглы играли значительную роль В средневековых среднеазиатских государствах Особенно в государстве Харизм-Шахов В 10 в. из среды Канглы Выдвинулся некто Сельджук Основатель знаменитой Сельджукской династии С.М. Тенешпаев Материалы к истории киргиз-казакского народа Ташкент 1925 Страница 6 В XI веке Агузы Возглавляемые родом сельджукидов Начали завоевание Ирана В 1055 году Тагрубек Завоевал Иран Захватил Багдад После чего аббасидский халиф Алькоем Провозгласил его султаном Так родилась Великая Сельджукская империя Охватившая значительную часть Средней Азии Харизм, Мавераннахор Айран, Сирию, Палестину Азербайджан, Армению Грузию и Малую Азию В конце XII века Она распилась на отдельные сельджукские султанаты Которые с трудом отражали натиск крестоносцев И монголов В XIII веке на территорию конийского султана Располагавшегося в Малой Азии Привез свой юрты Бей по имени Эртагрул Также из рода Кайконглы и Чаюханли На тот момент бежавшие от наступавших монголов из Харизма Вождь этой группы и его сын Осман Основал небольшое княжество Выросшее через два столетия в могучую Османскую империю Конглы также являются предками кумыков С этим соглашается Французский ориенталист Дегинь Связывающий происхождение кумыков С ответвлением Кайконлы Сарусин в основном кочевали по левой стороне Или в предгорьях Зайлийского Алатау На правом берегу Таласа В берегах реки Каргаты До слияния ее с Чум Происходят от древнего кочевого племени Усуни Историю Усуни можно проследить Начиная с 2 века до н.э. Сергиели жили в среднем течении Чум В нижнем течении Таласа В предгорьях Каратау А также на территории современной Южно-Казахстанской области Граничащей с Узбекистаном И территории современной Ташкентской области Их клич Бактияры Таганас Происходят от древнего кочевого племени Усуни Историю Усуни можно проследить Начиная с 2 века до н.э. Ашакты кочевали в нижнем течении Таласа Юго-восточных отрогах Каратау В конце 19 века их число достигло 20 тысяч человек Точка Ашакты являлся сыном Абака Внуком легендарного Майкеби и правнуком Усуна От которого ведут начало все основные племена старшего Жузо Отсюда следует, что предки Ашакты входили на равных правах В племенной союз Усуни 2 век до н.э. Сты жили в северной части озера Балхаша и территории Жамбылской области Их клич Жуатар Предкисты входили в конфедерацию древних Усуни Известной по китайским источникам 2 век до н.э. Шаны Шкылы жили в Южно-Казахстанской области На территории граничащей с Узбекистаном и в Ташкентской областью Узбекистана Их клич Ай-Эр-Алмаз Шан Шкылы выходцы из монгольского племени Катаган Хатагины Ведущего свое начало от Буха Хатаги Старшего сына праматери монголов Алан Гоа Согласно источникам, Катаганы были родственны раду самого Чингисхана Слушатели оставят комментарий нажмите на кнопку Субтитры создавал DimaTorzok